Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Начинается разработка проекта для мусоросортировочной станции в Лузе. Займется ей кировская компания «Гражданстройпроект», которая победила в конкурсе на поиск подрядчиков. Стоимость работы составит порядка 15 миллионов рублей. Контракт уже заключен, сообщили в Министерстве охраны окружающей среды Кировской области. И отметили, что в ближайшее время будут начаты изыскания на земельном участке, предназначенном для строительства станции. Расположена она будет в Лузском районе, рядом со станцией Макуха. Там должен появиться мусоросортировочный объект с мощностью 10 тысяч тонн в год. Зарплата на малых предприятиях Кировской области выросла на 15%. По данным Кировстата, за первое полугодие этого года она составила 39 тысяч 200 рублей. Всего на малых предприятиях региона трудятся более 42 тысяч человек. Оборот этих компаний за первые 6 месяцев 2023 составил 84,5 миллиарда рублей. 52% этой суммы пришлись на предприятия оптовой и розничной торговли, 22% на обрабатывающее производство. В числе последних лидирует производство пищевых продуктов и обработка древесины. В эфире «Экономика». 90% зерновых уже убрано в Кировской области. На данный момент обмолочено 273 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 686 тысяч тонн зерна при средней урожайности 25 центнеров с гектара. В прошлом году урожайность составляла 27 центнеров с гектара, рассказали в Министерстве сельского хозяйства Кировской области. Также идет уборка картофеля, овощей, рапса. А кроме того, ведется заготовка корма для скота на предстоящую зиму и сев зиму. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Продолжение следует...